Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости Одесской области. Поговорим и рассмотрим карту интерактивную, которую она любезно предоставляет компания «Лим Консалтинг» — это информационная система. Посмотрим, что в динамике происходило с рынком жилой недвижимости. Будем говорить о вторичном рынке в Одесской области, в городах областного и районного значения. Ну и также, конечно, быстро посмотрим, что происходило в городе Одесса на примере, опять же, полной визуализации процесса. За полгода мы посмотрим, выросло или же снизилось стоимость квадратного метра. Смотрим подготовленный материал. Переключаю на сайт компании «Лим Консалтинг». Для того, чтобы на него попасть, вы должны вот здесь в адресной строке набрать «Alink.net.ua». В правой стороне сайта главная страничка «Интерактивная карта стоимости недвижимости Украины». Это интерактивный баннер. Нажимаем на него, мышкой кликаем и переходим уже на страничку, которая непосредственно посвящена этому геоинформационному ресурсу. Здесь вы можете прочитать, что он из себя представляет, какие цели и задачи мы преследовали, когда этот проект запускали в работу. Ну и также алгоритм работы данного проекта тоже. Те, кто хочет прочитать, прочитает. Нажимаем вот на этот красивый глобус, интерактивный тоже. И мы уже непосредственно видим интерактивную карту Украины в разрезе административных областей, в разрезе областных областей в целом. И областных центров, понятно, что там районные центры, посмотрим поселки городского типа. Сегодня мы с вами говорим о Одесской области. Выбираем область Одесскую. Здесь такая подсказка. Вот видим перед нами Одесская область. Ну давайте начнем с того, что я излагать буду информацию от общего к частному. То есть поговорим сначала, что происходило в целом по Одесской области. А потом уже перейдем к городам областного, районного значения. Ну и городу Одессы в том числе. Мы помечаем таким светлым пятнышком. Видим, что Одесская область, площадь населения, которое проживает, и средняя стоимость квадратного метра, это в целом по области, вторичный рынок, класс социальное жилье. Это самый большой кластер на рынке жилой недвижимости, который эксплуатируется. Именно поэтому мы берем этот класс. Так как в городах районного значения, мы поговорим, допустим, город такой Хилия, там не строится за современную Украину, там не было построено практически ни одного дома. Поэтому это все жилье, которое осталось из Советского Союза, эксплуатируется. Итак, мы видим, что 219 долларов за квадратный метр, это на дату 30 сентября 2021 года. Мы также можем вот здесь нажать и посмотреть динамики, что происходит. Видим, в апреле месяце стоимость квадратного метра 211 долларов и уже в сентябре 219 долларов за квадратный метр. Напомню вам, это в целом по Одесской области. Закрываем информацию Одесской области. Вот здесь мы видим плюсик, это прибавляем на один зум, наверное, или на два. Уже будем говорить о городах областного значения. Видим, что карта приближается к нам. Можно еще, наверное, на один зум. И будем сейчас говорить о городах областного значения. Да, сейчас я остановлю демонстрацию, ничуть не забыл. И хочу показать вам структуру Одесской области. То есть все населенные пункты, которые в Украине, они классифицируются в соответствии. Есть на территориаре, на административное деление. Правильно так? Справочник есть Куато. То есть по Одесской области. Видим, что есть города областного значения в Одесскую область входят. Это Одесса, Черноморск, бывший Ильичевск, Южный, Измаил, Теплодар, ну и так далее по списку. Дальше мы видим, что города районного значения также входят в Одесскую область. Это Келья, Балта, Ренин, Раздельная, Болгород, Арцис и так далее по списку. Ну и в конце мы видим вот здесь это поселки городского типа, это районные центры. Такие как Николаевка, Авидиополь, Любашовка, Тарутины. Ну и дальше по списке не буду читать. Итак, перед вами дискретная пространственно-параметрическая модель рынка. Так она по-моему называется, если проще, это Экселевские ряды. Мы видим вот в верхней части временные ряды. То есть январь, февраль, март, апрель, ну до сентября. Мы будем говорить по факту уже третьего квартала, кончание третьего квартала. Здесь мы видим внизу, это уже финансовые ряды, то есть стоимость квадратного метра в том или ином населенном пункте. А вот здесь мы видим, друзья, это в соответствии со справочником КУАТУ, территориально-административное отделение Одесской области на города областного, районного значения и поселки городского типа. И вот хочу просто предоставить вам возможность увидеть, как вот эти скучные ряды финансовые и временные, мы преобразовали в достаточно интересный информационный ресурс, который называется геоинформационная карта Украины. Ну, в данном случае мы говорим, понятно, об Одесской области. На примере города, давайте, Одесса. Это среднее арифметическое число в целом по городу. Мы видим, что в январе 722 доллара и в сентябре уже 763 доллара. То есть мы видим рост. Также можно по каждому городу ли я посмотреть, 232 доллара в январе и уже в сентябре 242. То есть мы видим практически везде рост где-то больше, где-то меньше по Одесской области. Закрываю скучные финансовые вот эти ряды. И мы переходим уже на геоинформационный ресурс, который в открытом доступе у нас на сайте есть. Давайте посмотрим, что все-таки происходило в городах областного значения. Мы помним, что город Черномоск, бывший Ильичевск, значит, входит в города областного подчинения. Так помечаем ее. Видим, что стоимость квадратного метра 747 долларов за квадратный метр. Но это в целом, естественно, друзья, так сказать, по городу. Давайте посмотрим Белгород-Местровский. Это тоже город областного значения. Мы помечаем его. Видим, 332. Уже намного дешевле стоимость квадратного метра. Еще раз напомню, мы говорим о... Говорим мы о этом самом социальном жилье. И давайте вот здесь посмотрим город, насколько я себе отметил, Измаил. Он тоже входит в города областного значения. И вот на примере трех вот этих городов мы в динамике разберемся, что же происходит на вторичном рынке жилой недвижимости. Итак, город Черноморск нам показывает динамику роста. То есть это тенденции. На протяжении 6 месяцев мы видим, что стоимость квадратного метра медленно, уверенно растет. В апреле 736 долларов. И уже в сентябре видим 747 долларов за квадратный метр. Белгород-Днестровский. Мы видим также динамика роста. Это тоже, друзья, тенденции. Мы не будем выводы делать, почему это происходит. Мы просто фиксируем статистический факт, что происходит с рынком жилой недвижимости. Видим, в апреле месяце у нас тоже здесь 323 доллара. И в сентябре уже 332 доллара за квадратный метр. То есть наблюдаем рост. Ну и город Измаил. Тоже тенденции роста. Это 467 долларов. И здесь мы видим 478 долларов. Это сентябрь месяц. То есть также тенденции роста. Закрываем информацию об городах областного значения. Ну и давайте, в общем-то, посмотрим, что... Не будем долго двигать эту карту. Посмотрим. Вот Келья, я вспоминал про нее. Это город районного значения. Вот так посмотрим, что происходило. Так, немножко я дальше сделаю, чтобы у нас... Келья, Рени. Это город также районного значения. Ну и давайте возьмем город районного значения. Тарбунары. Смотрим, что Келья. Это 242 доллара за квадратный метр. Напомню, это сентябрь месяц. Также смотрим, что в динамике происходило рост на протяжении 6 месяцев. 233 доллара в апреле и 242 доллара в сентябре месяце. Ну, то есть практически на 10 долларов за 6 месяцев. Это много, друзья. Дальше. Город Рени. 184 доллара за квадратный метр. Это в целом по городу. И, естественно, в динамике видим тоже тенденции роста. 175 в апреле долларов за квадратный метр и 184 в сентябре месяце. Ну и, наконец-то, город Татарбунары. 156 долларов за квадратный метр. Это апрель месяц. И 164 долларов за квадратный метр. Это уже сентябрь месяц. То есть вот на примере 6 городов. 3 мы взяли города областного значения и города районного значения. Мы, в общем-то, увидели в целом общую, так сказать, тенденцию, которая происходит на рынке жилой недвижимости Одесской области. Давайте посмотрим, что происходит в городе Одесса. Ну, вот здесь красным таким цветом она выделена. Помечаем белым пятнышком. Видим, что 763 доллара за квадратный метр. Это в целом друзья по городу. Ну и, конечно же, давайте приблизим сейчас на несколько зумов. Посмотрим, что происходило в целом по административным районам. Суворовский район, да, население, площадь 645 долларов за квадратный метр. Класс социальное жилье. Это сентябрь 2021 года. На конец сентября, 30 сентября. Приморский район. Площадь населения, видим, 911 долларов за квадратный метр. Это конец сентября 2021 года. Киевский район, 775 долларов за квадратный метр. Ну и Малиновский район, видим, 721 доллар за квадратный метр. Мы также можем приблизить, давайте на несколько зумов. И посмотрим, перед вами вот уже такое лоскутное одеяло. И посмотрим, что происходило. На примере, допустим, трех, больше, наверное, не будем выбирать, ценовых зон, которые входят в киевский район административных города Одесса. Ну, давайте возьмем дачу Ковалевского. Изумительное место, друзья. Приехали буквально несколько недель назад. Провожали, так сказать, сезон купальный. Улица Шкиперская, 132. Просто рекомендую. Можно кефаль пострелять. В Одессе, наверное, это одно из немногих мест, где просто вы столкнетесь с дикой природой и с незагаженным морем. Итак, мы видим дачу Ковалевского, 706 долларов за квадратный метр. Давайте посмотрим, вот большой фонтан. Здесь уже стоимость квадратного метра 818 долларов. Ну и Чубаевка, это тоже киевский район, 772 доллара за квадратный метр. Я просто показываю вам, как в одном административном районе, в данном случае это киевский, сильно разделяется, отличается стоимость квадратного метра в том или ином исторически сложившемся массиве или ценовой зоне одного района. То есть видим дачу Ковалевского, 706 долларов. В динамике посмотрим рост апрель месяц. Это у нас видим 669 долларов и в сентябре 706 долларов. Большой фонтан уже видим 818 долларов. Гораздо почти на 100 долларов и больше отличается от дачи Ковалевского. Видим, что также динамика роста апрель месяц 781 доллар и 818 долларов уже сентябрь месяц. Ну и Чубаевка 772 доллара за квадратный метр. Напомню, что это в сентябре 30 сентября. Дата на 30 сентября. Также динамика роста в апреле 735 долларов и 772 доллара уже в сентябре месяце. Закрываем информацию в целом по жилым массивчикам. Ну и, друзья, вы можете приблизить. Давайте возьмем большой фонтан и приблизим просто карту вплоть до дома, который вас может интересовать. То есть мы видим улица, видим дома. Ну здесь частный сектор очень много. И вот если ваш дом попадает в эту ценовую зону, вы можете смело проверять по любым сайтам, которые есть в доступном доступе для вас. Вы увидите, что стоимость квадратного метра будет соответствовать где-то порядка 818 долларов за квадратный метр. Итак, друзья, это открытый ресурс. Пользуйтесь им. Немного предыстории. Он работает уже больше двух лет. Расскажу вам, когда вводили налоговую массовую налоговую оценку и нас приглашал фонд госимущества. Мы были одна из компаний, которые предлагали, в общем-то, уже успешно реализованный проект. В данном случае мы с вами говорим только о рынке жилой недвижимости, сегменте социального жилья. У нас оцифрована вся эта Украина, успешно для своих партнеров за деньги, жизнь такая. Делаем карту Украины по всем сегментам рынка недвижимости, коммерческой, жилой и земля в том числе. То есть еще раз повторюсь, это успешный, динамично развивающийся проект. И вот фонд госимущества, долго, значит, там еще компания Увикон с нами, ну, как бы тендер был такой небольшой, да. И мы говорили о том, что, друзья, ну, все, что связано с рынком недвижимости, это должно быть полная визуализация. То есть рынок должен быть открытый. Процессы, которые происходят на рынке, они должны понятны, быть всем участникам рынка. Такая геоинформационная система позволяет человеку, который является продавцом или покупателем, зайти в любом городе Украины на любой сегмент рынка, который он собирается продать, да, и посмотреть стоимость квадратного метра своего жилья. Неважно, коммерческая, может быть, недвижимость в том числе. И определиться, насколько эта рыночная стоимость устраивает его или не устраивает. Если эта стоимость его не устраивает, он заказывает, идет к оценщику и заказывает отдельную оценку. Если устраивает, то получает бесплатную справку. При этом у него не возникает каких-то вопросов, да, почему такая цифра, да. Здесь он может сравнить массивы, почему тут дороже, тут дешевле. Выборка репрезентативная, однородная, все это подтягивается. То есть это современный проект, который, в общем-то, действительно создает комфортные условия для участников рынка. Но все сложилось не так, как мы думали. Те, кто работает на рынке недвижимости, получают кастрированные сейчас справки, да, непонятно, какая стоимость. Уже научились выбирать ту стоимость, которую пропускает система. Ну, в общем, все произошло, как всегда. Черный ящик с черным котом, непонятная стоимость, да, но потрачено было достаточно много денег, да, это порядка, там, по-моему, сто... Нет, сейчас не скажу, не скажу, просто не помню, да, то ли 200 тысяч, то ли 180 тысяч долларов, но там в переводе по тем временам по курсу доллара. Итак, друзья, пользуйтесь случаем, пользуйтесь действительно интересным ресурсом. Мы будем рады, если он вам поможет. Ну, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости, вам необходимо подписаться на мой канал. Вы также можете меня критиковать, можете обсуждать, особо умные и одаренные могут, сами знаете, посылать куда. Но, друзья, если у вас аргументы есть, еще вы должны помнить, что я, ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг, готовим для вас ежемесячный обзор рынка недвижимости, который, я надеюсь, станет для вас компасом или же картой и в каменных джунглях рынка недвижимости Украины.